Данное видео создало в развлекательных целях, всё показанное сегодня по гиброизору. Трэго! А мне семечек! А мне! Как вам, ребят, вот такой тюнинг? Межкомнатные двери едут, вот. Иди, ма! Едет оно вот. Цепь там тарахтит, пердит всё, но едет. Да ну насик, ребят, ехали в гараж. Я туда дошёл. Старая биба, но пойдёт. Ну отойди-то, дай посмотрю-то. Ребят, зацените корпус вот такой, манго. Старый вот этот вот компьютер на Интеле. Ну вот это всё мы железо продадим. Блок питания на 500 ватт, но по 12 вольтной 360 ватт блок питания. Жёсткого нет. Вот такой компьютер возле помоечки стоял. Так случайно чисто ехали, вот двери везли в гараж. И тут компьютер. Сейчас будем мне его как-то грузить. Крышечками закрывай, корпус не царапай. Давай потом, там шляпа, Pentium какой-то стоит. 775 сокет. Короче, ребят, железо с компа можно будет продать, я думаю, рублей за 900, может там за 1000. Чё за процессор? Pentium 775 или нихуяно? Не видели вот такой велик? Молодец. Не. Угнали? Обидно, блин. Не видели. Покажи, ну. Двухъядерный. Так я же тебе говорю, Pentium двухъядерный, шляпа, биба. Аккуратно сокет не помни. Первый комп в Краснодаре. А, второй. Первый. Ну, приятно, корпус заберём нам под тестовый стенд. А железо продадим рублей за 800. 800 рублей в копилочку. Там ничего интересного. Даже не хочу на этом компедиактере зацикливаться. Вот. Так, а тут что у нас? Ты сочнейший, ребятки. Вот, сочнейший. Ой, сыпется всё. Ой, колёса. О, это для велика. Ребят, капец. Охренеть. Как-то надо достать. Блин, всё вываливается. Ребят, придётся так лутаться. Всё вываливается. Вот, колёса для велосипеда вот эти вот. Для детского. Дим, на, забирай всё. Принимай. Колёса и в пакетике шайбы. За эти колёса рублей 100 получится взять на рынке. На. Я не могу это всё достать. Придётся вот так вот в неудобной позе всё это драть. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Это тут вынос жёсткий. Там техника. Ой, ой, ой. Я не могу его достать. Пакет разорвался. Вот, какая-то краска. Что? Эй, алё. Куда пошёл? Дядя. Ладно, давай. Это надо быстро. Ладно. Пошли, пошли. Это наш компьютер. Так иди забирай, Дим. А? Перец стоял и салью на раз. Чё за дела, я не пойму. Ты там поохраняй. Охуёшь. Да забей. Догоняй, охуёшь. Блядь, догони его, отвечаю, борзли лучше. Да? Да, догони его. Я не буду, знак у меня проблемы из-за компьютактера. Погнали, нельзя это оставлять. Догони его. Дядечка, вы куда пошли? Дядя, здрасте. Так это наш компьютер. Откуда вы его взяли? Какая разница? Так же... Ну, мы его нашли. А чё вы чужое берёте? Я вам что-то обязан. Так вы могли бы мой велосипед так забрать? На ком основании вы берёте? Велосипед мой где? Там стоит. Ну и компьютер там мой стоял. Алё. Алё. Как так можно вещь взять чужую? Какую вещь? Это ваше? Вы где это взяли? Вы сейчас где это взяли? Я взял его. Так вы у нас его взяли, алё. Может полицию вызвать? Давай. Давай. Сейчас я вызову. Это кража, чувак. Сейчас приедут, тебя по статейке заберут. Так не делаются дела. Ты кто? Дворник? Ты дворник или кто? И полицию вызывай. Ну а что ты им скажешь? Я не знал, что... Так, не подходи, пожалуйста, ко мне. И что же я вы... Скажу то, что я его взял, нашёл на помойке. А ты подошёл, взял мою вещь. А? Он стоял возле наших вещей, возле моего велосипеда. Ну и что, велосипед, вот тут возле машины... Ну так, велосипед это как машина, вот рядом с ней стоял. Ты подошёл, взял, ты видел, что это наше. Возле, к примеру, блин, возле машины может что-то стоять. Возле моего дома... Это ненормально, это ненормально. Отдай по-хорошему, и не будет у тебя проблем. Ну, чувак, это наш компьютер, ты не имеешь права вот так забирать. Давай сюда. Куда ты побежал? Проблемы у меня не будут. У тебя сейчас они будут. Что, подписчики, да? Да, мои кто-то. Да, вот. Это дворник или кто, да? Знаете его? Нет, не снажитель. А? Нет, не снажитель. Хуевля, хуевля, сука. А? Можешь сфоткаться? Да надо бы ты всрался полицию вызывать. Давай сфоткаемся. Подавись своим компьютером. Пусть от жадности подавится. Ребят, вот что бы вы в этой ситуации сделали? У меня вот перцовочка вот в руке. Я уже думал, сейчас с ним рамситься. Полицию вызывать. Да ну нахер. Сырбор такой за тысячи рублей устраивает. Ну, этот просто. Ну, я в шоке просто. Ну, охеревший падла, сука. Вот это, конечно, выбесило мне, сука. Так, кормилица. Подзарыганная такая. Неприятная. Блять, а мышь. Эти слова даю. Мышь? Эти. Она вся дрожит. Дима, она вся дрожит. Я тебе отвечаю, это мышь. Тихо. Так это мышь. Дай посмотрю. Она там норку вырвалась. Она влеталась. Ребят, она на меня прыгнула. Жесть. А как ты понял ее? Я с их глазами увидел. Смотри, она сельку погрызла. Она сельку хавала. Не обувайте обувь с помойки. Надо сперва вовнутрь заглянуть. А то так можно и к мыши в гости попасть ногой. Ага. Тореводиться не будет. Да, мышь-то сразу укусит. А потом ногу придется ампутировать. Ох, загородная кормилица. Мы с Димой забиты и находками просто жесть. Посмотрите, у меня лайба такая тяжелая. Ой, 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 Дима. Ничего себе, что он нашел. Так это... Слышь, Дима, она еще и к потолку крепится. Обалдеть. Это потолочная дым-машина. А ну-ка. Мульти Энджеле форм машины. Фок полторы тысячи. Диско стейч эффект. Какое-то диско. О, вот тут всякие настройки. Мэйден чайна. Это XLR-разъемы для звуковые. Ремонт и контроль какой-то. Обалдеть. Дым-машина. Продается вот постолька. А нам бесплатно. Надеюсь, она рабочая. Сейчас приедем проверять. Мне кажется, вот тут для воды должна быть какая-то штука или жидкости для дым-машины. О, у нее даже провод целый. Дим, убери, а то она сейчас упадет. А ты вон... Смотри, тут сколько еще всего. Нифига. Какой тут мощный вынос хаты. Примерно, я думаю, мы ее за пару тысяч продаем. Да, тысячи за две. Две тысячи в копилочку залетает. Так, тут еще прожектора. Вот такие прожектора тоже можно рублей по 50 на рынке продать. Тут их три штуки. Значит, 150 рублей в копилку. Вот сюда. Так, что тут еще есть? О, нифига. Еще один прожектор. Это уже еще плюс 50. Короче, тут прожекторов на 200 рублей. О, еще один. Еще плюс 50. 250. А тут вынос хаты такой неплохой, я смотрю. Вот такой светильник. Ну да. Это уже устаревшая технология. О, нифига там кусок сыра. О, ничего ему не будет, Дим. Я похаваю. Сыр стародубский, Моздам. 300 рублей вот этот кусок стоил. А мне бесплатно. Он даже без плесени. Я его по краям обрежу, а там внутри все схаваю. Лайфхак, кто не знал. О, как и есть старый сыр. Он просто снаружи засыхает. И все, внутри он прекрасный. Да, сырок собираю и едем дальше. Ой, капец я грязный. Ну что, ребят, я у Димы и будем проверять дым-машину. Включаю сеть, первое включение. Но если что-то... О, тут вилка такая за это. Если что-то... О, ребят. О, смотрите, светится лампочка. Ой, тут горит. Смотрите, ребят. Она рабочая. Но мы тут уже посмотрели в интернете, она не работает. Ну, то есть, если воду залить вот сюда, да, в бутылку там, да, она не будет работать, потому что тут должен быть пульт. Вот, only for remote control. Вот сюда пульт вставляется. Или как-то через DMX вот это. Ну, короче, у нас вот этих всех присосополений нету. Дым-машина без пульта в комплекте шла. Вот, обидненько. Ну, я думаю, за пару тысяч его купят вот в таком состоянии, без пульта. Питание, как бы, главное есть и уже хорошо. Плюс две тысячи в копилочку. Помоечка дарит кэш. Ой, еду на чиле на расслабоне, бля, по кайфу вообще. Вообще на чиле на расслабоне, бля. На чиле на расслабоне, по кайфу еду вообще на кормилицу. Вон там кормилица за забором. О, игрушечки. Какие интересные. Духи. Были? Или есть? Нет? Есть? Чуть-чуть, нет. Так, тут крышечка от духов. Все? А где все? О, вот это вот накидку купят на барахолке за 50 рублей. Вот эту игрушечку, может, возьмут за копеечки, правда. О, не говорите, что там пыться. Так тут пыться с халапенье, с халапенье, Дима, с халапенье. У меня для того, чтобы сделать привал, все есть для этого. Во-первых, вот такая вот топовая подушечка. Я вот сюда покладу. И сейчас буду кушать вот эту пыцу. Ну, она почти свежая в ребятушечке. Это пыться обуребяурить пыться. Ммм, обуребяурить пыться. Как веер ее тоже можно использовать. Дим, будешь пыться? Ну, из-за, какого синтайна. Ммм, ммм. Ммм, ммм. Ммм, ммм. Ммм, ммм. А, буребяурить пыться. Ммм, ммм. Ммм, ммм. Ммм, ммм. 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 Ммм, ммм, ммм. Дим, а есть запить? Дима, запить. Нет, не пить. Ого! Там шляпеток, Дим. Чего? Дай посмотрю. Он ее только часть купит. Гитара нормальная, но тут под замену гриф. Гриф под замену, а вот эта часть целая. Гриф этот открутить... А, он приклеенный. Ну, вот эту штуку купят, ребят. А, она вон. За сколько купят вот эту штуку? За 500 рублей. За 500 рублей улетит, 500 рублей в копилочку. Это вот эта часть только. Но ее заклеить... А? Эпоксидную смолу купить и заклеить. Я так клеил на продажу. Гулия Гуйтарс. Стоит вот новое вот столько. Ну, как ее поломали? Упала, походу. Ее вообще заклеить можно ее и пользоваться так-то. О, вещевидные вещички лежат. Смотрите-ка. Нормальные. Вещевидные вещички. Это на продажу. Рублей за 50 продадим там за одну вещь. Ну, тут вещей рублей, наверное, на 300 будет. И вредить, а вредить. Охренеть. Да ты, Денят, буй. Сука. А кран, вот ты не успел. Ибо ты тяжелый. У меня тут все это повываливалось. Все, что выпало здесь, все мое. Куда ты лезешь? На тебе, челки. У меня три пауэрбанка. У меня ДЭКС парвэрбанк деревянный. Вот такой вот из дерева сделан. Он даже рабочий, ребят. На 12 тысяч миллиампер часов. Дальше ХОКО пауэрбанк. Вот такой вот маленький. Он на 10 тысяч миллиампер часов. И вот такой розовенький ХОКО. С тайпсишечкой, уже современный. Он у нас тоже на 10 тысяч миллиампер часов. Хорошие пауэрбанки, блин. Отлетят рублей за 200 на барахолке. У тебя что за кран ты у меня выхватил? В смысле, это тебе. Ну вот этот кран мы на латунь сдадим. Хотя его можно было продать дороже, чем по цене латуни. Пауэрбанки вот. Можно взять? Какой? А, да этот бери. Вот топовый. Ставь сишечкой ХОКО. Я возьму. Не будем брать. Почему? Он не вздутый. Это просто Днис отломался. Он может даже вообще живой и новый. Ооо. Абурибаврый термос на продажу. Где от него крышка? Обурибаврый. Так, где все техника? Там чего? Ооо. Как долго у тебя сутки не было на помойках. Кстати, да. Мультиварка, падла. Они уже в историю вошли. А ну открой. Падла. Они задолбали уже. Чайники, утюги, мультиварки. Их никто не покупает вообще. Они меня злят и бесят. Продать топовые одики. Ты что гонишь? Они ушатанные в говно. Смотри, усохлись даже. Дима, не сходи с ума. Не жалей ни о чем. Кормилица все тебе простит потом. Я их возьму. Доходи с них. Ну бери. Дохаживай. Проберить. Нифига что достал. Неплохие наушники для Ноки. Пользовался я такими. Звук нехороший. Надеюсь, рабочие. Рублей за 50 купят. О, что это такая за сумочка? Интересная сумочка такая. А, это сумка парикмахера. Нифига себе, так она новая. Ребят, реально новая. Вот так защелкивается сумка парикмахера. Походу. Или кого? Ну, наверное, парикмахера для всяких расчесок там. Она реально новая. Ее продать можно будет рублей за 100. Обалденная вещичка. Плюс 100 в копилочку. Ребятки. Там вот на дне бака вынос с хаты просыпался. Вынос с хаты просыпался. Это 100%. Вот, смотрите. Уточка какая-то, брелок, ключики. Вот эти ключики мы собираем, потому что эти ключики подходят к закрытым кормилицам. Кормилицы на ключи закрывают, вот эти падлы. Да. И надо как-то их открывать. О, нифига себе. Джорджио Армяни. Ух ты, так это... Это ж этот чехольчик под карточку. Ништяк. Убери руки отсюда, вы падла. Сюда не суйся. У меня тут мелкий вынос, мини-вынос. Мини-вынос с хаты просыпался у меня тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня брошь. Брошь какая-то. О, шубка, клобуки. Шуба ушатанная. О, антисептичек. Вот это... А, гель для рук. Ну да, антисептичек. Вот это я возьму. После помойки руки чистить. Так, а что тут по выносу? Коробочка пустая. Опа. Какой-то визитница. Ух ты, визитница. Я такой деньги находил когда-то. Может, получится продать. Но в целом ничего ценного, так скажем. Здесь нет ребятки. Опа. Только русские новинки. Нифига себе, какие формы у нее. Вот эти оде, 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 нядя. О, и тут тоже неплохие. Да, нормально. Так нормально. Пустая. Дима, не отвлекай меня. Я когда деру кормилицу, ты под руку мне ничего не говори. Ведь я деру, я как бы весь тут в обнимании. Понимаешь? Я погружен в кормилицу с головой. Так, пистолетики, вот эти игрушечки, мячики. Ну и все. Да. Вот кошелечек, вот это все брелочек. Гель для рук, антисептичек. Сюда. Не так. Ой. Так. Все понятно, Дима. Все понятно. О, нифига, какой пестик. А у меня пистолет. Ой, мини нерфик. Вот это топовый пестик. Блин, классный пистолет. И вот это тоже водяной прикольный. Это можно будет все рублей за 100 продать на рынке. Два пистолета. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Аирмаксы как новые Найки. Возможно оригинал, конечно. Но я сомневаюсь, что это оригинал. 40-ой размер. Это 400 рублей в копилочку. На барахолке отлетят. Вообще как новые. Блин, сейчас дождик мелкий пошел. Кирзовые, пебовые, резиновые. О, елка. Чувак, это новогодняя елка? Да, это большая. А где от нее остальные части? Ой, это дорогая. Это недорогая, это советская елка. Металлическая. Вот ее остальные. Все? Это вся елка? Не. Ну вот надо елочку новогоднюю нам. С помоечки. Вот два куска. Ну и нафиг тебе алюминий? Их же не принимают. Надо наломать. Верхушки не хватает. Она очень большая. Может есть верхушка? Не, нам надо елочка, Дима. Ребят, мне позвонил Женя с канала ЕВГ и сказал, что он дома делал генеральную уборку и у него топовейший вынос с хаты. Поэтому поделился геометкой кормилицей. И я сейчас туда еду, чтобы извлечь отсюда все самое жирное. Кстати, ссылка на его канал будет в описании, ребятки. Ого, ого, ого. Вот это, он сказал, черные пакеты. Нет. Ого, фонарички, нормально. Фонарички на продажу берем такие, рублей за 50 купят сейчас сезон. Короче, пока мы стоим тут и ждем наш заветный вынос хаты от Жени, я разорву эту кормилицу в клочья. Просто на куски ее порву. О, носочки, у меня кроссопли. Помойка реально помогает, вот выручает. Ты смотри. Ой, 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 походу несет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нам в бак сразу, можно? Нам в бак сразу, можно? Давай не будем. женя счастья тебе здоровья и куртка у боги сюда в карманах нет кэшбэка верно нет а сейчас я прикинь найду 20000 так раз курточка продать можно будет рублей за 100 на рыночке на эти компрессор топчик может продать его нет я его здорово здорово ну и там он всякий при прибыль о плиточка плиточка рабочая сюда так ее за 150 рублей можно на изи толкнуть на рынке так это уже 250 в копилочку это для подарков упаковочка уголок алюминиевый тоненький ночью может куда-то пригодится так упаковочная это бумага чё тут трубка какая-то давай тряпье дима складывай сразу дать доставай отдельную сумку аккуратно готова рубашечка это твоя жда понял а вот это вот тоже да о отжимакс ну пойдет рублей за 50 давай складывай сумки все дим не трогай это мене вы нас хаты мене вот рубашечки вот эти шмотки вот это все берем женя почем ты их брал вот это вот две тысячи короче вот эти лапки мы продадим рублей за сто нет и технику сюда не пихай тут чисто шмотки дим фарбанка рабочий пауэрбанк так у тебя уже их скоро 10 штук дома будет лежать такой мы продадим рублей за 150 200 аэрфод все распиленные а это чё что это тут коробки у ее я чуть такой подтирать жопу что серьезно смотри инсуально так открывается потому что это гигиенично все должны стерильно достается вот так это ты вот толка не сидишь и такой берешь сюда бумажку кладешь а так ты зажимаешь там ее каким-то вот образом бумагу туалетную шевелишь и потираешь жопу короче на разберешься приятного пользования слушай ну так это то что мне надо если чё там есть инструкция вон весь даже вот телик на очке у меня жопа чешется короче ну и вот это мне поможет ништяк это я продавать не буду шорты мини так это плавка это леомак шортики вот эти вот мы себе оставим на лето шортики пледики это все купят о о дима это тебе толстовочка сейчас носить алюминий тяни шортики о так это меня на зиму это менее это менее у меня штаны ушатались мини мини у тебя их 10 штук дома ты их просто не стираешь но так руками стирай это не отмазка то что о так вот и тебе вот это тебе о наруто да вот эту всю кучу оцениваю рублей 700 вот эту футболочку новую что в бассейн сейчас бы шампанского инстасамка трипл боби тур мерч инстасамки трипл малыш чё за биба ребята у меня мерч был это покруче качество тут просто видно шляпа полная ну вот реально печать говно вот у меня мерч реально был шикарный только его никто не захотел покупать но вот эту шляпу я тоже не стал бы покупать тем более да это вообще биба но продать ее можно будет рублей за наверное 150 на рынке на барахолке инстасамочная вот это биба футболочки вот это все но оцениваю эту кучу короче уже сейчас в 1000 рублей шматья вот этого уйдем ты любишь такое пойдет на так женечка спасибо большое те зовут этот вы нас шикарный с хаты он нам подарит примерно полторы тысячи рублей и зонтик не до помойка кормит вот на и у нас новый год вот тебя тоже с наступающим и вас тоже всех наступающим самым что они на есть наступаю спасибо да наряжать на стриме буду елочку с помоечки садись да да подгазовываешь и отпускаешь оттолкнись оттолкнись тормоз педали за ну все улетел велосипед у нас пиздил женя опять вот в тот раз скутер у меня спиздил об этот раз дырчик у него еще и цепь спала шикарно все минус дырчик но хоть вы нас хаты нам подогнал ребятки пах у чаила чайник блатной металлический о сименс нифига ну пойдет внутри зато чистенький такой рублей за 300 продастся протекает по ходу до отшоркать и будет как будто новый 200 рублей в копилочку за 200 точно отлетит чё тут дальше дим тут для тебя эксклюзив любимые твои колготочки вот по 20 рублей тут целый пакет и носки даже есть ты любишь от короткие носки вот тут носки найк короткий ремень вот такой как новый вообще о подушечка он так это я сейчас подложу себе буду ездить о смотри форму это алюминий вот уголочки алюминий это бесценно вообще загородная кормилица о нифига там нож валяется опасный дим тесак там интересно ни один вот тесак слышь это чё такое блин откуда это выкинули это может что-то происходило с этими ножами плохое они кстати очень печального качества прям очень печального ребят напишите в чат вы такое брали ножи вот непонятные какие-то подозрительные охренеть капец тут ножей ребят так чуть за прикол это какой-то маньячела выкинул свои запасы ножей капец вот какой еще ребят охренеть в итоге посмотрите сколько я нашел ножей три шесть семь восемь девять ножей обалдеть и качество у них очень говненая это очень дешевые ножи странно это все реально то будем продавать их на рынке не знаю рублей за сто может продадим все на 1 положи к себе в рюкзак если нас остановят и спросят откуда да ну находка конечно криминальная вы нас хаты да сука отстань отсюда уйди бокс с медикаментами таблетки нас не интересует а бокс прям реально элитный боксик заберем чё-то складывать элли идите а едите вы нас хаты о мякиш это мне под жопу я сейчас буду ехать и сидеть на нем стратегический запас полотенец они чистые смысле с какого вынос не гнилой они чистейшие у тебя все зарыганы вот это языки и постельные покупают простыня чё ты блин это постельная берут это тебе постелить мне такое не надо так твои носками вонючими когтями воняет ногтями это чищит постельные когда ты выстираешь до стиралка будет она не будет работать пока ты не съедешь с того проклятого дома дима постельная надо брать его покупают эври дитя едите полотенце бери себе что тут зарыганая все но нормальная буреночка вот такая у ковричек лежит я гараж новый снял вот его фотки посмотрите какой он большой гараж и надо его потихонечку с помоечки обустраивать так посмотрим может что-то и здесь будет для обустройства вот нифига себе колбаска дима черни вот колбасочка нифига себе сервелат финский варенокопченая колбаса година до двадцать восьмого ну да да и красную икру выкидывает и все до 28 числа срок годности блин забрать себе или чё вакуумной упаковке можешь рискнуть я не рискнул пожарить а чё заберу ребятки ведь помоечка кормит я пожарю вот этот сервелат сейчас 2 января срок годности до 28 декабря ничего страшного и кстати всех с новым годом поздравляю ловите мои поздравления вот из кормилицы вам с новым годом те новогодние вынос из хаты ладно сейчас на следующей помойке может повезет вот эта сытная кормилица неплохая она у какая-то тумбочка стоит ну а это раскладной стол наверно мне не надо так бутылки пустые о дим по вещевидное вы щечки сейчас после нового года все выкидывает ребят часто нахожу в помойках бутылки с алкашкой завернутые в газеты напишите в комментариях как вы думаете зачем это делают то что я не понимаю абсолютно вот я ибо няне вот маня не буду сейчас не кушать вот хорошие три банана дим будешь бану они вообще как я наел дима не новые а всем кто кушает приятного аппетита баня не баня не тёп очень вкусный баня не сейчас я все 3 7 и я не буду делиться я их нашел я добытчик я волк я их расхитил добыл на охотил вот моя добыча эти баня не я не буду делиться я заслужил эти баня не ездите а я ем пусть мир подождет пока я ем тележечка стоит топовая блин я такую забрал о мультиварочка обалденная ребят просто стоит мне оставили какая смотрите редмонд о чаши нет в комплекте но ничего все равно купят такая новая мультиварка стоит примерно вот столько а мне бесплатно целая абсолютно кабель питания воткнуть проверю если рабочие на барахолке купят такой рублей за 300 бомба 300 рублей в копилочку так тяжелая такая но это элитная смотрите сверху как будто карбон карбоновая мультиварка при вот эта полочка классная такую забрал бы в гараж пока что у нас тут по находкам ухты это же тренажер ручной на резинках такой рублей за 100 купят не знаю почему он на скотче вроде целый реально нормальная тема это для фитнеса так ну тут принципе ничего ценного о перчаточки но не детские так дальше смотрим майнкрафт ребят майнкрафт смотрите факел тут был в коробке у тут что тоже пахнет выносом с хаты чуть-чуть игрушечек там всякого отвертка по бижутерия нет тут не серебра там может золото нету ну вот эту бижутерку я беру это все на рынке покупаю тут прям так забираю это рублей за сто все купят вот это чудим стоишь соседний бак лутай всяких ботинок вот такие ботинки ушатанные кроссовки с рынка капец они тяжелые а вот эти баки по вывозили кроме того дим в баке залазь блять дима вообще обленился даже в баке залазить не хочет вот я на него и ругаюсь я просто так на диму не ругаюсь воспитывать надо постоянно димочку плед что такое говори быстрее что парик и все бебра дима бебру нашел покажи бебру димы ну поделись беброй дима покажи бебру ну дай гляну дим дай посмотрю на бебру я ради этой бебры даже готов опа запаркурить нифига себе какая ля ребятки красотка ля ля какая у димы вы нас там всякие эти баночки сибири мыльно-рыльная нифига себе интересно почем такую голову можно продать но аккуратненько лута его все выбирай в коробочку в какую-то слышь дим я ее оставлю в гараже прицеплю мы не будем ее продавать а чё паров лу и и всякому разному разукрашу тут на прикольная голова но это для поликмахерских вот этой прически делать вот это вот все можно дырку вот тут проделать у нее и будет то что доктор прописал на дима голову положи куда-то блять вон коробка пустая засунь туда голову юбки и мы обури бевры дима обури бевры так не гляди подъехали кормилицы вот дима уже разведует обстановочку интересная интересная кормилица оба опа это что у нас тут такое кита колбаски у шторы у какие вещички одна штора они две ты в гараже повешу а это еще постельная у меня тоже вы нас у меня две шторы которые я в гараже повешу топовые ухты нифига какая куртка крутая ты своему сыну подарю блин отправлю ему классная курточка так это что еще курточка пума нифига себе ребят оригинальная вроде да из старых коллекций правда винтажная так дальше могут в этот мешок сейчас это все засуну как раз так о томми хилфигер да нифига себе оригинальная м размер м футболочка это на барахолке рублей за сто продадим полу томми хилфигер ништяк 100 рублей в копилку у нифига себе ребят капа краснодар академия кто-то в академии учится вот капа нифига с какой-то с автографом может какого-то футболиста я не знаю может вы по росписи понимаете какой-то фитболист наверное из футбольного клуба краснодар на ней расписался обалденно но и это можно будет из-за вот это на 12 лет кстати из-за вот этого автографа можно продать подороже будет только постараться о нифига краснодар футбольный клуб шарфик ухты вот это интересно интересно это что арифлейм о так это сумочка из арифлейм новая походу да новая сумочка из арифлейма ребят зацените вообще новая абсолютно это рублей за сто купят просто балдеж ребятки балдеж вы нас у меня хорошенький так смотрим еще чё тут у меня у какая-то там игрушка прикольная ухты и вообще это же это из сериала не помню забыл уже как называется ребят напишите в комментариях как этот сериал называется популярный был недавно ребят смотрите какая игрушка вообще шикарная baby girl ухты так ремень смотрите какой ремень интересный вообще как новый кожаный не фирма остин размеры 95 сантиметров в обхате это рублей за 100 можно продать он вообще абсолютно целый хорошенький ремешок просто топ ребят вот это вынос мой полотенечко даже тоже я возьму полотенечко обалдеть элитный прям вынос у меня игрушки вообще все хорошее надо было прям сразу так пакет загружать на велосипед и увозить просто балдеж ребятки нафиг ты все лезешь алё это то что ты нашел на мне тряпки неинтересно я тут свои тряпки показал дима сюда зачем ты залез зачем залез сюда куда ты мне шторы на на мусор все высыпал я проверил уж и все чувак ты еще думаешь первый год живу что ли все проверил у меня элитный куда давай она вся зарыгана посмотри на нее на рукава вообще ты чё с ума сошел да не то ну на нам чувак она как с бомжа их и не надо наху сразу вы нас хаты у тебя о какая игрушечка вообще классная чую вытянули новое о нифига себе диму а она выломано ни фига самодельная пепельница вот такая вот коттемная пепельница очки для болгара очки мой еще игрушечка грязная жаль не купят грязную наверно вот он вот 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 Ottoman вау какой кот классный ребят посмотрите какой крутой ведь рублей за 100 может купят вот это жалко игрушечку блин грязной я конечно помыть можно но Люди обычно из-за этого Берут прям за копейки О, смотри, для компьютерного этого Кресла, подушечка, вот это возьмем на продажу Рублей за 50 купят У меня что-то тут одни игрушечки Какие-то подушечки О, дверь межкомнатная Первая Ой, вторая Тут две двери межкомнатные Для обустройства гаража надо, для стола Это как столешница пойдет для компьютер Так, первая дверь есть, вторая есть А она уже чем та Это чуть другая, но она уже Блин, материал, конечно, это Ну, она покрепче вроде, чем твоя Что, будем забирать их? А как их? Ну, это ларгус вызывать Их никак мы не увезем Это полная обиба Ладно, Дима пока думает, как дверь закрепить На лайбодрон Я вот это Две двери увезем В общем, увидите, какой стол получится Элитный из этих дверей Но это прям максимальная топ тема Для стола Потому что это вот, по сути, готовая столешница Только ножки приделать И будет готовый стол Поэтому такие двери я всегда использую Когда в гараже делаю самопальный стол Вот Сейчас увидите, как оно получится Да, дырчик у нас Давай И вас тоже Вон, Дима, летит в гараж С дверьми Кое-как прицепили их на резинках Двери вот эти Тормозов нет из-за этого Потому что двери на педали стоят Но все равно как-то вот довезем, я думаю Как вам, ребят, вот такой тюнинг Межкомнатные двери едут Вот И Дима Едет оно вот Цепь там тарахтит Пердит Все, но едет Ребят, мы опять вот дверь везем И мимо помойки проезжаем Тут телевизор стоит Эрисон А что, давай его заберем Он маленький в гараж Всякие эти Приставки игровые подключать Через вот этот кабель Я думаю, он рабочий Давай Мини телек Эрисон такой Не будем на медь разбивать Ой, собачка кушает Какая милая Вкусно тебе, пёсель? Вкусно, да? Мы, короче, на складе Деловых линий И Дима Деловой Ждет свой новый транспорт Электрический Купил он в Москве велосипед За 80 тысяч Вместо электросамоката Кстати, мне фотки электросамоката Мы его прислали Следующий владелец им доволен Ну, поздравляю его Ну, ждем нового пациента Будет Диму возить Димовоза ждем Следующего Дим, делай ставки Ну, вот, на сколько хватит этого велика? Сколько ты на нем откатаешь? Ну, вот, в полной мере нормально Ну, не знаю Я не знаю состояние АКБ даже его Ну, как говорят Надо балансировать аккумулятор Там в реальности Уюжно Ну, ты же взял его за 80 тысяч БУшный из Москвы То есть, ты его даже не видел Ну, я его видел знакомый Да Но он особо не специалист на самом деле Он так визуально посмотрел и все Короче, кот в мешке сейчас приедет Он сделал на авито, сколько рама стоит? Сколько? 85 тысяч Ну, так у тебя же БУшная Ну, ладно Посмотрим, короче, на вот эту бейбу А то, Дима, он на дырчике ездит Уже устал Там цепь постоянно спадает Там И тросик рвется сцепление На этом электровелосипеде Как бы ничего не должно, по идее, ломаться Да, Дима? Там гидравлика? Да, топовая Пиздец, чем Магура стоит, кстати Интересно Посмотрим Ну, новый транспорт Вот он, приехал Да Капец, ее заколотили Ой, жесть И вот за это все ты платил? За вот такой огроменный короб? Это неправильная обрешетка Обычно не так Вот, когда я мотик отправлял давно Но там другая контора была Он еще и включен Он еще и включеный? Ну, вот, Дима Лайба интересная, конечно Но она такая большая Я скажу Прикольно, прикольно Но сейчас будем распаковывать Выглядит неплохо Давай, Дима Ломай эту бибу Что-то она очень плохо Ее запаковали Все шатается Так ее на бок завалило Она, наверное, по центру стояла, лайба Красногорские упаковщики Походу Слышь, он тяжелый Жесть Так он как мотоцикл Там еще микрофон О, нам Олег из Москвы Топовый подгон сделал Там топовая стойка И павук Дима, ты что, не умеешь гвоздодером работать? Я не хочу времени Вот и все Это вот так Это вот так Ну, Дим, давай Главное, на гвоздь не наступи В нем дохлый акум В этом велике Аккуратно крыло О, капец он здоровенный Длинный такой Ну, прикольный Он тяжелый, жесть Он вообще без тормозов Иксти И тут один только тормоз Иксти, лол Он один Ну, иди вниз Благо, у меня есть гидравлика Купленная за 400 рублей Стой Ну, ништяк Я думаю, эта тема будет покруче Димыного дырчика А ну, Дим Давай сравним с дырчиком Он длиннее Но плюс-минус Все то же самое Потому что на нем находки не перевести Димыного дырчика